Фотоаппарат Привет, Антон! Мы знаем, что ты много лет занимаешься фотографией. Расскажи, с чего все начиналось. Привет, Иза. Ну, начиналось, что много лет назад у меня еще была, наверное, как у всех мыльница, скажем так, самый простой фотоаппарат. Ну и начинал, наверное, это с природы. Фотографировал природу. Ну, а потом, как бы, прогресс не стоит на месте. Если захотелось виды ночного города, ночные съемки все-таки ближе к зеркалке будут. Очень много лет я, в принципе, занимаюсь именно свадебной фотосъемкой. А в этом году, в начале года, я большое внимание уделяю именно портретной съемке. Ну, и опять-таки, в этом же году уже опять начинаю возвращаться к природе. То есть уже несколько раз мы, несколько человек выезжали и по Крыму, и именно хотелось запечатлеть осенний Крым. Сейчас это осталось именно, ну, перешло как в профессию, но хобби – это ведь та вещь, которой нравится увлекаться. Есть работа не любимая, а есть любимая работа. Вот, наверное, вот это все-таки любимая работа и как хобби, и как профессия, она у меня в одном. Для Павла Скударного фотография – это нечто большее, чем просто хобби. Это стиль жизни. Занимаюсь три года, чуть больше, три с половиной. Как все, я купил фотик сначала обычный, простой, за целых 200 долларов. Потом понял, что мне это уже не устраивает. Ну, и вот теперь это все вылилось через три года в такую скромную выставочку, небольшую. Работа фотографа тесно связана с людьми. Какими качествами нужно обладать для того, чтобы попасть на фотосет? Вообще термин «патогеничность» – это устаревший термин морально. Раньше пленка плохо отражала некоторые, ну, цвет лица там неудачный получался. Сейчас этого вообще нет. А если мы говорим о моделях, у меня тоже такой проблемы нет, потому что я нахожу общий язык с любыми людьми – крупными, худыми, высокими, маленькими. Ну, разные бывают все. Но все получаются, никто еще не был разочарован работой, скажем так. Опытом работы с фотографами Антоном Карпенко и Натальей Мужецкой поделились пришедшие на выставку «Керчане». Привет, Кристина! Мы знаем, что ты фотографируешься у Наташи Мужецкой. Расскажи, как работать с этим фотографом? Наташа, на самом деле, очень замечательный фотограф. Она одна из лучших в этом городе. Помимо того, что она хороший фотограф, она еще и моя очень хорошая подруга, и работать с ней всегда приятно и раскованно. Мы видели тебя на фотографиях. Что это за снимки, когда вы выезжали? Что там вообще было? О, это было этим летом. Мы решили сделать тематику «Утро в поле». Получается, мы приехали в 5 часов утра под героевку в поле, а еще было темновато. Как раз, чтобы вот это рассвет. Хотели сначала фотографироваться на закате, но как бы все равно цветовая гамма, она разная. Мы приехали, мне накрутили бигуди, надела я рубашку. Ну и, естественно, утром, когда еще роса, вот как раз дуванчики, сезон дуванчиков, вот это мы фотографировались. Как часто ты фотографируешься с Антоном Карпенко? Вообще часто, когда получается возможность у него, возможность как бы и моя. То есть мне это очень нравится. Мне нравятся очень работы вообще Антона. Я люблю его творчество, его фотографии. Эта красивая выставка еще раз напомнила нам, что долгими осенними вечерами всегда можно открыть фотоальбом и пересмотреть свои самые яркие воспоминания. Хорошая фотография – это всегда память и лучший способ передать настроение. Лиза Азарова, Мария Критская, Анатолий Мышкин. Специально для Керченок ТВ.